всем привет наконец-то мне удалось откатать все крылья которые у меня в наличии от rdb во всех всевозможных ветровых погодных водных условиях и сложилось некоторое мнение все это я сравнивал со своим крылом 730 фрирайд вот и сложилось у меня кое-какое мнение и впечатление этих двух крыльях 1050 и 860 давайте поговорим о 1050 но она все же создавалась больше как для винга для вингеров для винга не для кайтеров а вингером я не являюсь поэтому свингом я его не пробовал и ничего не могу об этом сказать но тем не менее на кайте я с этим крылом покатался необычно не скажу что там мой стиль но просто очень интересно вот если треугольник тот лопатой моего фрирайда не такие схожие то это совершенно другое кайфовое вот и хочу отметить некоторые особенности поведения то есть понравилось такой быстрый и стабильный выход на крыло старт но раз и едет на скажу так на заданной высоте на заданном курсе без каких-то таких усилий вот нету какой-то излишнее давление в ногу как может показаться от размеров вот едет довольно стабильно уверенно и скажем так для своих размеров наверное я больше не пробовал но она хорошо поворачивает неплохо вот неплохой имеет глайд насколько это можно было я обезветривал кайт и пытался пампить да у меня то получалось хотя я совсем не профессионал в этом деле скажем так дилетант но тем не менее как-то все происходило интуитивно ну интересный опыт и ощущения все же мой товарищ прикрутил его у нас удалось к вингу и он попробовал его можете видеть на видео свинга вот удивило очень его ранний старт этого крыла в тот ветер ветер был довольно слабый но тем не менее и он и я удивились что ему вообще вышла возможность у него получилось выйти на глиссер и парк и покататься катались мы с ним параллельными галцами меня поразило тем что скоростные характеристики мне на кайте не приходилось как-то специально подтормаживаться чтобы ехать параллельным курсом и делать подсъемы что творится что творится елки-палкин этой нарочи кого только не встретишь то удивительно дашь наверх вот крыло искать там использовать вот такой доске маленький тут есть восьмое и вот таким плотом можно взять таки я вижу длинки то хорошо это ветер были ничего себе застал меня врасплох впечатляет впечатляет просто тот факт что настолько маленькое крыло но и он тоже постался под хорошим впечатлением от этого крыла вот тоже был удивлен столь мелкими размерами относительно всего винга то что у нас есть и используют люди и как она себя повело вот при своих габаритах ты чё скажешь поэтому папа вингу я первый раз 1050 я до этого катался на 2 200 и 1850 все были медленные понятно что ну и там пути дашь надо сразу нагад из как бы повеселее когда есть накат сказать этой штуки надо конечно добро жесткую она видно она прилипает улипает не и красивым хватает тяги соответственно вырываешься windows вин конечно ding 7 от это да был не очень потому что тормозит надо шестерку и пятерку трудно сквозь вертых хватало чтобы вытащить я просто боялся лучше взял передозные венчу ну а так ощущение вот как на кайте примерно ощущаешь себя как на кайте с тропы стыка штуки но вот удивительно что прикрутил к этому и покатался и можно взять вот такую на венге поехать на этом и на кайтовом принципе прикольно кататься он прикольно ездит ну пока ну мачта мне ехать было прикольно на нем необычно но она не моё она медленно и такое надо медленно не надо медленно ехать можно да да мне кажется это крыло было бы интересно тем людям кто катается и на венге и на кайтом с той точки зрения что когда ветер достаточный позволяет условия можно использовать его свингом с доской побольше вот когда быть может ветра поменьше не хватает на wing вполне себе можно брать его sky там использовать и оттачивать какие-то развороты элементы которые могут пригодиться катание свингом поэтому такое очень универсальное изделие вышло по моему мнению но я не вингер поэтому больше судите о нем ничего не могу я люблю попрыгать немножко погонять она не существенно проигрывает конечно в скорости чем крылья поменьше это очевидно ну и прыгать на нем как-то она можно наверх конечно прыгать вот но учитывая размера это как-то странно по крайней мере крыло 860 это что-то среднее как не показалось между 1200 серфовым старым крылом и вот моим 730 она очень похожа по поведению по ощущениям на 1200 имеет подпор в переднюю ногу не такое сильно как в 1200 но имеет вот на фоне допустим 730 где-то подпора нет вообще вот она немножко упирается и у меня немножко вызывало такое на первых шагах стали неудобства приходилось не привыкать особенно на оверштагах она меня выталкивала в воду ну потом я научился с этим бороться просто уберу убирал тягу sky то больше выбиванием триммера и это предлагал массу тела на то чтобы погасить вот это вот подъем понял идеально крыло устойчивое мне понравилось но довольно быстро и может быть даже сравнимо с 730 может даже и быстрее можно поехать не буду утверждать но как мне показалось на высокой скорости она немножко более стабильная чем чем 730 вот так крылья очень похожи вот по себе приятно приятно можно кататься на нем не вызывает никаких проблем хорошо трениться держит в кренах вот все с этим порядке никаких проблем точно не будет и владельцев крыльев 1200 которые немножко уже устали от тихоходности своих изделий его здоровенных 1200 она конечно будет предпочтитель и мне кажется потому что она очень схожа по поведению вот именно по вот этим она схожа очень по поведению именно вот этот вот знакомый подпор в переднюю ногу который поначалу меня смущал вот но в то же время это крыло быстрее и маневрение на порядок 1200 вот если те кто застрял на этом крыле на 1200 не имею ввиду хотят уже немножко сдвинуться вперед как-то там они освоились то это будет ну неплохой выбор вот она будет по маневренней по по быстрее вот и поинтереснее будет каталка я думаю немножко такая перчинку добавить в свой стиль катания и ощущения вот что вот такие вот у меня впечатления вызвали эти новые два крыла трдб всем вам желаю хороших каталог кто не освоил и гидрофойл вперед осваивайте это образнообразит вашу кайтовую жизнь добавит интереса вот и что еще и всем удачи всем классных каталог ветра погоды выбирайте гидрофойлы катайтесь с удовольствием вот слава селезка какая-то филитер кстати да вот это наверное преимущество винга ты типа заколебался вот так вот лег полежал и по плану а я так не могу полежать откровенно говоря